Здравствуйте, дорогие друзья! С новым днём, с новым благословением, с новой возможностью, с новым покровом, полнотой защиты и всё, что Бог приготовил для нас, для нашего блага, для нашей победы и результатов. Пусть всё это приходит в нашу жизнь, и пусть наши сердца не умолкнут, как и уста, потому что от избытка сердца, говорят уста, пусть они изрекают Божью премудрость в каждый день и наполняют день Божьей жизненной энергией, так как слова – это не просто форма, а это прежде всего наполнение формы, потому что у каждого есть своя связь с каким-то явлением, с каким-то именем, с каким-то образом, с каким-то, может быть, с какими-то ассоциациями, и поэтому, когда мы просто скажем одно слово, например, скамейка, у кого-то это обычная скамейка на аллее, а у кого-то это воспоминания, встречи и так далее, потому что есть внутренний мир, который эти слова наполняют уже энергетикой. Поэтому, когда мы с вами говорим сейчас о жизни Давида и об этом альбоме его жизни, то тем самым мы свой альбом пишем или свой альбом делаем ожившим для нас, потому что что-то мы уже давно забыли и не хотели туда заглядывать, а Господь туда заглядывает и говорит, посмотри ты, увидишь там мою защиту, увидишь там уже мою руку тогда, когда ты меня не знал, а я тебе давал лучших учителей, я тебе на пути ставил тех, которые давали тебе вовремя вектор жизни и так далее. То есть мы начинаем видеть, а работа-то Божья была с нами тогда, когда мы еще были далеки от Него и тогда, когда чувствовали себя одинокими. А сейчас, когда мы уже приняты, тогда одиночество, мы уже просто не пропускаем на территорию своей жизни, потому что у нас есть уже осознание тех инструментов, которыми мы владеем, и как с этим можно работать. И поэтому Господь сегодня продолжает быть нашим наставником, учителем и давать вектор жизни уже на новые этапы. И, соответственно, когда мы просматриваем жизнь Давида с учетом его окружения, сейчас мы видим глазами Давида его окружение, потому что это его воспоминания, потому что это его письмена, потому что это те ценности, которые у него отложили свой след. Я думаю, что вы знаете, что в израильском народе был такой обычай, было такое правило, когда каждый мальчик имел свой жезл, посох. А на этом посохе были отражены фрагменты его жизни от самого первого воспоминания, которое отразилось уже в этом ребенке. И он какими-то знаками себе эти воспоминания помечал на посохе. И по мере его жизни этот посох обрастал такими знаками и такими воспоминаниями. Поэтому, если мы образно не видим этого посоха сейчас, то мы видим, что вспоминает Давид с учетом каких-то событий. А может быть и посох подобный держал перед глазами и вспоминал. Но у нас с вами сегодня нет такого обычая. Но воспоминания лучше поднимать в смысле осознания благодарности Богу и людям, которые были с нами. Не воспоминания горечи и боли, с которыми надо расстаться и навсегда, а воспоминания добра и света, Божьей защиты и мудрости, которые делают нас сильнее. И вот еще один человек, которому можно похвалиться, Давид. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавциила. Он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Какие детали важные в снежное время? По всей вероятности, со львом в это время опасно встречаться. С ним, в принципе, опасно встречаться на воле. А уж тогда, когда он может быть чем-то озлоблен, потому что голодный. Потому что, в общем-то, дикие звери опасны тогда, когда они либо находятся рядом с детенышами, и есть опасность их детеныши, либо они голодные. И поэтому в снежное время, по всей вероятности, это непростое время для выживания львов. И поэтому это отмечено. И, соответственно, вся эта обстановка, что он, вот этот Ванея, который жил в такой-то местности и убил двух сыновей, по всей вероятности, царя Моавицкого. И он же сошел и убил льва в снежное время. То есть Давид сейчас делает вот эту констатацию каких-то событий в жизни его окружения. Я хочу, друзья, чтобы мы могли вот так поименно вспоминать людей, которых давал нам Бог, вот так детально говорить об их влиянии на нашу жизнь через подвиги, которые они совершали, и быть благодарными Богу. И мы с вами продолжим эту запись своей жизни. Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что могу молиться к Тебе и благословлять нашу память на воспоминания тех добрых событий, чтобы и в этом дне мы могли поклоняться Тебе, благодарив Тебя за тех людей, которые были на нашем пути. И я благодарна Тебе за каждого, кто повлияло на мою судьбу. Благодарю Тебя за тех, на кого Ты даешь влиять, чтобы эта взаимность, она в Царстве Твоем усилилась большим плодом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»